Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в Christian Land! Сегодня я запускаю новый формат видео на своем канале, который будет называться Mix-обзор. Объясню на минуточку, что это значит. Смотрите, на самом деле на протяжении всего существования канала я старался показывать много фигурок. То есть в самом начале я показывал по одной фигурке, потом понял, что это абсолютно неинтересно. Нужно хотя бы от двух и больше фигурок показывать вам в обзорах. И я понял, что я кучу всего пропускаю, потому что где-то одна фигурка, где-то две не связанных вообще. И я их не могу показать в одном обзоре. Допустим, один обзор, одна фигурка. Это максимально неинтересно. Поэтому я решил запустить такой новый формат, новую рубрику на канале, которая будет называться Mix-обзор. Где я буду показывать различные фигурки Funko Pop, которые пополняются в моей коллекции, которые появляются в продаже в моем магазине. Поэтому, думаю, должно быть интересно. Вас я очень сильно попрошу после просмотра этого видео, написать в комментариях свое мнение об этом формате. Если вы поддержите это видео хотя бы, ну не знаю, если поставить хотя бы 200 лайков, я пойму, что вам нравится такой формат. И я буду показывать его гораздо чаще. И мне кажется, в плане разнообразия это топ of the top. Поэтому я не буду тянуть. Погнали, посмотрим фигурки. Они у меня здесь все выложены, поэтому давайте я сразу начну. Ну, так, первая фигурка это эксклюзивная фигурка Сплинтера. Как вы понимаете, это отец черепашек-ниндзя. Это линейка Pop Retro Toys. По Nickelodeon, понятно. Здесь у нас вся линейка новых черепашек-ниндзя, новых фигурок. Здесь у нас, понятно, вся команда. Кейси Джонс. Также недавно вышла фигурка Микеланджело в 10 дюймов. Очень круто. Обязательно покажу на канале. Обязательно будет в Кристиан Ленд. Поэтому вот такая фигурка Сплинтера. Давайте ее посмотрим. Здесь максимально мультяшный, максимально каноничный Сплинтер. Можете посмотреть. Он со своей коронной такой палкой, с которой... Ну, или трость. Наверное, даже будет правильная трость. У него кимоно розового цвета. Черный пояс, понятно. Ну и, в принципе, просто обычный мультяшный Сплинтер. Не знаю, можно ли о нем что-то большее сказать. Также это, конечно же, эксклюзив, что придает этой фигурке еще больше желанность, что ли, купить ее. Потому что эксклюзивный Сплинтер в коллекцию почему бы и нет. Поэтому вот такая вот новая фигурка в линейке черепашек Ниндзя. Идем дальше. Дальше у нас идет фигурка по Дисней, а именно по Пиноккио. Это фигурка Фигаро with Клео. Прошу прощения за свой английский язык, как всегда. В общем, вы понимаете, что это фигурка Фигаро и Клео. Очень красиво она выполнена, очень прикольно. Котик такой типа подмигивает вам. Подписывайтесь на канал, все дела. 1025 серия. Дисней Пиноккио. Вот так выглядит абсолютно вся линейка. Вот этот Пиноккио, который вы видите сейчас в линейке, он уже продавался одно время в нашем магазине. Я не помню, есть ли он сейчас в наличии. Проверяйте на сайте. Но вот данная фигурка, она еще есть в наличии. Она очень прикольная. И я ее себе взял в коллекцию, потому что Пиноккио я люблю. И реально мульт, и вообще вся история этого персонажа, она, конечно же, очень интересна. Поэтому фигурка, конечно же, попадает ко мне в коллекцию. Дальше у нас идет Марвел. Куда без Марвел? Без Марвел вообще никуда. Смотрите. А здесь у нас фигурка Веномайст Гвен Пул. Линейка Веном пополняется с каждым годом все больше и больше. Фигурки из этой линейки продавались в магазине даже на проспекте мира, физическом, когда он был. Даже тогда уже линейка была, и она до сих пор пополняется. То есть каждый раз выходят какие-то новые фигурки. И вот, пожалуйста, Веномайст Гвен Пул. К тому же еще и эксклюзивная. Очень крутая. Она выполнена, ну, в очень крутой позе, потому что, как вы видите, здесь щупальца веномизированные, держат различные предметы. Она держит, как в комиксах, эти палочки от барабана. Она держит свой телефон. В общем, выглядит реально очень круто и крипово. Поэтому... А я такие криповые, кринжовые фигурки очень люблю. Тем более, линейку Веном регулярно пополняю. У меня здесь... А, я отсюда уже убрал. У меня здесь было огромное количество фигурок по Веному. Вот. И я их уже собрал по коробкам, потому что некуда ставить. Вот. Поэтому фигурок по Веному у меня огромное количество. И, конечно же, Веномайст Гвен Пул пополняет мою коллекцию фигурок по Веному. Очень она классная. Язык, зубы, все как и должно быть у веномизированного персонажа. Ну, в общем, реально 10. Из 10. Идем дальше. Дальше у нас идут фигурки по Сонику. Это классический Соник. В движении, так скажем, у него, видите, тут... В общем, очень крутая фигурка. Сейчас ее посмотрим. И фигурка Сильвера. Вот эту фигурку я очень давно ждал. К сожалению, эксклюзивная версия пока что не приехала, что очень жаль. Смотрите, две фигурки. Эти обе фигурки, понятно, по Сонику, но они из различных линеек. Потому что, смотрите, здесь один логотип у Сильвера и другой логотип у Соника. Но сзади, сзади они практически одинаковые. Вот. Это, на самом деле, очень странно. Мне впервые такое встречается. Не знаю, с чем это связано. В общем, 632 серия. Это классический Соник. И 633. Третье. В общем, классический Соник. Очень крутой. Очень классная версия. Именно эта версия фигурки Соника. Мне больше всего нравится. Потому что он здесь в движении. Он здесь бежит. Очень хорошая детализация. И он такой весь стремительный. То, что нужно. Фигурка Сильвера просто в позе, где он стоит. Но все равно очень хорошая детализация. И вообще, вот эти ежики из вселенной Соника. Они нереально все круто смотрятся. Опять же, жду Соника 2. И по Сонику 2 точно выйдут огромное количество фигурок. Который я, опять же, конечно же, покажу на канале. Поэтому вам стоит ради этого только подписаться. Поэтому фигурка Сильвера. Фигурка классического Соника. 10 из 10. Очень классные фигурки. По легендарной игре. Соник, наверное, одна из моих любимых игр. В принципе. Поэтому это очень здорово. Так. У нас еще не все по Дисней. Дальше идет фигурка Мэри. Вот такая вот эксклюзивная даймонд фигурка. Просто взгляните на нее. Я ее, получается, не беру в коллекцию. Потому что я не так сильно вовлечен во вселенную Дисней. Не так люблю сильно персонажей. Конечно, есть отдельный персонаж. Там Лила Истич, допустим. Тот же Пиноккио. Но, допустим, вот этот персонаж. Как бы я к нему никак не привязан. Фигурка безумно красивая. То есть я бы ее, наверное, взял только из-за ее именно внешнего вида. Как она блестит и как она классно смотрится и мило на полке. Но, опять же, фигурка реально топ. Просто взгляните, как все красиво сделано. Шерстка прикольно прорисована. Ушки. В общем, все реально на высшем уровне. Детализацию фанка с каждым разом, с каждой волной фигурок. Все лучше и лучше. Это определенно. Поверьте мне. Поэтому Diamond Collection, Special Edition фигурка. Опять же, эксклюзив по очень доступной цене. В моем магазине можно приобрести. Реально очень красивая фигурка. Опять же, приглянитесь к ней. Она очень классная. Дальше у нас идет DC. Я надеюсь, вы меня правильно поймете. Но я вам сейчас покажу эти фигурки. Но я не буду их раскрывать. Потому что я не хочу раскрывать вообще даже из пленки данные две фигурки. Потому что я их безумно долго ждал. Смотрите, это две фигурки. Бэтмена из линейки Art. Всего четыре фигурки в этой линейке. С различным окрасом. И у нас получается первая и вторая версии. Третья и четвертая не доехал до России. Я надеюсь, что в ближайшем времени она доедет. Поэтому я раскрывать фигурки не буду. Здесь у нас первая серия. И вторая серия фигурки. Здесь абсолютно одинаковый скульпт. Просто различная покраска. И что прикольно. То есть, две одинаковых фигурки по покраске нет. То есть, все нанесения сделаны уникальным образом. То есть, вот такая вот, допустим, фигурка. Ее второй с таким покрасом нет. То есть, она единственная в мире, по сути, с таким покрасом. Что очень-очень круто. Что придает этим фигуркам очень крутую эксклюзивность. Они приехали в безумно малом количестве. Этой фигурки или этой, по-моему, уже даже нет в наличии. Опять же, чекайте на сайте. Я точно не знаю. Я, конечно же, себе в коллекцию взял. И я не хочу их раскрывать. За что очень сильно прошу вас прощения. Надеюсь, вы меня поймете. И через камеру, через вот это стеклышко. Кстати, они в пластмассовом сразу боксе идут. Что придает вообще какой-то супер нереальный вид. Ну и стоят они, понятно, больше 2000 рублей. Что довольно-таки оправданно. Опять же, DC Batman Art Series. Я просто обязан был забрать их себе в коллекцию. Опять же, не обессудьте, что я их не раскрыл. Надеюсь, вы меня поймете. Опять же, напишите в комментариях. Потому что это, ну, супер эксклюзив. Идем дальше. Это, конечно же, еще не все. Дальше у нас идет фигурка Сэма по фильму Trick and Treat. Я помню, что когда-то его смотрел. Но я его совсем плохо помню. Но знаю, что это очень-очень популярный фильм. Очень популярный ужастик. Поэтому фигурка, опять же, понятно, залетела в мой магазин. И она еще и эксклюзивная. И детализация реально поражает. Она такая очень криповая. То есть, ее купить можно чисто для Хэллоуина. Что я, в принципе, и сделал. То есть, ее можно поставить очень красиво. Если вы, там, украшиваете квартиру, дом. В общем, какой-то, может быть, антураж комнате хотите создать. Эта фигурка идеально подходит. Поверьте, около тыквы светящейся поставить эту фигурку. Будет смотреться вообще 10 из 10. Опять же, пишите в комментариях, если смотрели данный фильм. И так же, по фильму, опять же, Джон Уик. Конечно же, Джон Уик с собакой. Это одна из самых крутых и самых продаваемых фигурок вообще в Кристаллэнд. Поэтому она, опять же, приехала. И, опять же, в маленьком количестве. Очень большой дефицит данных фигурок. Фанка их очень мало производит. И из-за этого каждый раз не доезжает то количество, которое востребовано вами, покупателями и так далее. Что очень жаль. Но, опять же, они еще пока есть в наличии. Поэтому можете зайти на сайт и прикупить. Опять же, здесь Джон Уик с пистолетом. Киану Ривз шикарный в своем каноничном костюме. И, конечно же, со своей... И, конечно же, со своей собачкой. В общем, 10 из 10, 580 серия. Это отдельная фигурка по фильму. То есть, никакой волны здесь нет. Очень классная стилизована, кстати, коробка. Вообще топ. Очень рад, что теперь есть в моей коллекции. Дальше у нас идет фигурка, которая тоже приехала в очень маленьком количестве. Но я сумел урвать себе в коллекцию. Это зомби-барт. Вообще, тема зомби. Тема каких-то таких страшных каких-то фигурок. В общем, если вы понимаете, о чем я. Те же зомби-марвел. Марвел-зомби. Это безумно популярная линейка фигурок. Веном. Веномайс тоже очень популярная. И вот она дошла до Симпсонов. Опять же, там были эпизоды в стилистике хоррор. То есть, там, смотрите, какая линейка большая. Здесь у нас и Гомер есть, и Мардж, и Красти, и Флендерс. И, короче, много-много всего. Несколько вариаций Барта. Из этой линейки я больше всего хотел именно зомби-барта. И, по-моему, даже есть светящаяся в темноте версия. Но пока что я возьму себе в коллекцию эту. Потому что, ну, она вообще топ. Просто взгляните. Во-первых, он на скейте едет. Во-вторых, он весь такой очень насыщенный. Такой кислотный. У него везде какие-то потертости. Очень прикольно сделаны глаза. Где-то у него глаз закрыт. Где-то у него какой-то фингал. Где-то кровь. В общем, смотрится реально очень крипово и очень круто. Симпсонов я просто обожаю. Поэтому эта фигурка, конечно же, пополняет мою коллекцию фигур по Симпсонам. Реально очень классная фигурка. И, конечно же, куда без Марвел. Сегодня я вам покажу три фигурки по Марвел. Так, первая фигурка. Это фигурка Красного Стража. Преуроченная к Году Щита. В общем, это такой год, который посвящен всем носителям Щита Капитана Америки и так далее. Красный Страж. Вот. Ред Гвардиан. Красный Страж. Он появлялся, понятно, в Черной Вдове в исполнении Дэвида Харбора. Конечно, в комиксах он был немного, так скажем, иначе изображен. Вот эта фигурка именно каноничная по комиксам, где появлялся Красный Страж. Это эксклюзив, кстати, для Амазон. И фигурка дошла до России, чему я безумно рад. По очень крутой, опять же, цене. Реально, цены просто офигенные на такие эксклюзивы, которые доезжают до России. 810 серия. Опять же, стилизация коробки безумно красивая. Классические комиксы Марвел. Максимально, конечно, простой костюм Красного Стража, но я его доставал уже из коробки. Делал под съемку. И он выглядит реально здорово. То есть, он такой простой. И вот эта простота фигурок именно по вселенной, по комиксам Марвел, она имеет какой-то свой шарм, что ли. И если поставить всех классических персонажей комиксов Марвел, именно отдельно линейка Marvel Comics, это будет смотреться, ну, очень красиво и очень круто. Я не мог себе его не взять в коллекцию, потому что Капитан Америка люблю. Про Красного Стража совсем недавно узнал перед Черной вдовой. Немножко, ну, просветился, что это за персонаж. И он мне очень даже нравится. И фигурка мне тоже импонирует, поэтому я ее добавил в коллекцию. Дальше у нас идут фигурки по сериалам Marvel Studios. По первым сериалам Marvel Studios. Первая фигурка, это фигурка Сокола. Также доступен в магазине Зимний Солдат. В полете очень красивая фигурка. Безумно. Барона Земли, к сожалению, раскупили. Но вот Сокол вы прямо сейчас можете достать. И это одна из его самых крутых версий фигурок. 700 серия. Тут он, в общем, из первых серий, понятно, без костюма Капитана Америки и так далее. И здесь у него его Red Wing, его верный помощник. И он в очках. И он им, как бы, так скажем, его контролирует. Его направляет через свой тачпад на руке. И он в очках. И это смотрится реально очень круто. И Red Wing вылетает, получается, у него из-за спины. Это самый классический костюм Сокола из киновселенной Marvel. Вот. Поэтому реально фигурка топ. Я ее, конечно же, забираю к себе в коллекцию. Сокол Зимний Солдат получился довольно-таки прикольным сериалом. Поэтому я забираю. И Белый Вижен, который приехал в очень ограниченном количестве. Но на сайте доступен предзаказ. Фигуры, которые будут привезены из Штатов. Там и другие фигурки по Ванде Вижен. Поэтому переходите. Ссылки все оставлю в описании. Посмотрите. И вот это, кстати, вся линейка сзади. Получается, Белый Вижен. Вот, смотрите, линейку. Белый Вижен. Моника Рамбо. Алая Ведьма в очень крутой позе. И Агата Харкнес. Они все приедут в сентябре или в октябре этого года. Так что вы можете оформить предзаказ на нашем сайте. Чтобы гарантированно получить фигурку. Ну а пока несколько Виженов приехало. Я сразу себе в коллекцию забрал. 824 серия. Белый Вижен. Он нереально красивый. Нереально крутой. Конечно, в сериале не могу сказать, что он получился каким-то супер классным. Там запомнился и так далее. Но именно фигурка смотрится, конечно, топ. И еще есть такая же светящаяся версия. Эксклюзивная для... Не помню для чего. По-моему, для Walmart. Если я не ошибаюсь. Но эта версия меня тоже вполне устраивает. Она реально крутая. И можно, кстати, обычно... А, у меня же есть Вижен из киновселенной. Обычный по Войне бесконечности. И рядом будет смотреться очень круто. То есть белый Вижен и обычный Вижен. Реально фигурка безумно продетализирована. И она в полете. Посмотрите, чего стоит только детализация плаща. Реально классно. Я безумно рад, что такая фигурка теперь есть в моей коллекции. Итак, вот и подошел к концу первый микс-обзор. Получается, номер один. Я буду следить за нумерацией, чтобы было легче найти, чтобы легче было смотреть. Большое вам спасибо за просмотр. И если вы досмотрели это видео до конца, вы, конечно, большие герои. Спасибо вам за это большое. Опять же, оставляю свое мнение в комментариях по поводу фигуры, которую я вам показал. Какие фигурки вам понравились, может быть, больше всего. Какие не понравились. И, пожалуйста, наставьте лайков, чтобы мне было понятно, что вам нравится данная рубрика. Чтобы ее продолжать. Чтобы вам показывать такие реально классные микс-обзоры. Мне безумно нравится такое показывать. Это очень такие разнообразные видео получается. Здесь я показал фигурку по Диснеи. Потом мы с вами посмотрели фигурку по Марвел. Реально, мне кажется, очень даже классно. Поэтому с вас куча лайков. С меня больше подобных видео, если они вам нравятся. Большое спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok